Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Новый год к нам мчится, скоро все случится. Время волшебства, удивительное время неимоверных желаний и, конечно же, вера в то, что они сбудутся. Мои хорошие, сегодня я хочу поговорить с вами о новых проектах и познакомить вас с удивительным, прекраснейшим магазином Пряжа Су, с которым у меня сотрудничество. Это новый магазин, с которым я сотрудничаю, но этот магазин, с которым я уже давным-давно знакома. Еще с 2015 года, когда я увлекалась ирландским кружевом, я заказывала в этом интернет-магазине пряжу. Сейчас открыла свои заказы и ахнула. 2015, по-моему, и 2017 год были заказы. Потом я делала заказы с другого электронного адреса. В общем, этот интернет-магазин у меня был в фаворитах. И вот сотрудничество. Очень-очень приятно. Я очень благодарна этому интернет-магазину. Пряжа Су делает 10% скидку для вас, мои дорогие подписчики, практически на весь товар. Там есть две позиции, Лана Гросса и еще какая-то, которую мне сложно прочитать. Я всю информацию оставлю в инфобоксе. И, конечно же, оставлю информацию на ту пряжу, которую магазин предоставил для обзора. И я уже начала из нее вязать прекрасные. Один образец просто связала и постирала. И второй, это уже даже не образец, это уже будет шарфик. Вот такой прекрасный рисунок. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, интернет-магазин Пряжа Су. Это очень-очень большой интернет-магазин, где не только пряжа, но и товары для рукоделия. Посмотрите, какой очень удобный интерфейс магазина. Здесь есть пряжа, здесь есть журналы. Вот я сейчас вам показываю. Здесь есть товары для рукоделия, всякие приспособления. Сейчас переключусь. И покажу вам. Просто открыла вкладку сразу, чтобы ответить на вопрос. Посмотрите, что я нашла в этом интернет-магазине. Очень частый вопрос по поводу журнала МОД, в котором у меня часто... в которой публикуют часто мои работы. Этот журнал МОД можно купить по очень приятной цене. 179 рублей за журнал в магазине Пряжа Су. Это я нашла из того громаднейшего количества журналов, которые есть в этом магазине. Вот, пожалуйста, будете покупать пряжу. Кстати, 10% скидки для вас сделал магазин. Можете сразу захватить и журнал. Практически на весь товар. Повторюсь, что только две позиции пряжи не участвуют в этой акции. 10% с промокодом СИТНИКОВА. СИТНИКОВА все буквы латинские. Остальное все, как бы, можно приобрести. Скидки все, если у вас уже есть скидки в этом интернет-магазине, они суммируются, но не более 10%, чтобы получилась общая скидка. Вот такой подарок. Надеюсь, очень приятный к Новому году. Ну, а то, что я довольна той продукцией, которую предоставил мне магазин, я даже не могу выразить своих чувств. Значит, что я выбрала в этом магазине? Я выбрала вот эту волшебную пряжу. Я давно о ней мечтала. Мечты сбываются. Повторюсь, верьте в волшебство, и оно обязательно у вас придет в ваш дом и ваши мечты осуществляться. Вот такая пряжа Белсаида Мини от итальянской компании Кутнор. Кстати, от Кутнора я пользовалась всегда пряжей Ирис в ирландском кружеве. Она мне очень-очень нравилась. И вот, когда я перешла на спицы ирландского кружева, ну, по ряду причин перестала меня интересовать, хотя очень красиво и очень нравится, но здоровье важнее, у меня очень село зрение. И вот я перешла на спицы, и опять пряжа от этой фирмы Кутнор Белсаида Мини. Я выбрала намеренно мини, потому что существует Макси. То есть, это шнурковая пряжа. Боже мой, я даже не знаю, как вам передать. Это вискозный шнурочек. Посмотрите, как он блестит, переливается, который набит махером и альпакой. Пряжа представлена в этом интернет-магазине в очень большой палитре. Много оттенков есть. Посмотрите, как красиво переливается вот этот махер. Но он такого глубоко-черно-синего цвета. Камера, кстати, практически передает цвет. Единственное, что у вас идет больше в голубизну, а у меня такая глубокая темного цвета морская волна. Ну, это всегда вот, когда цвет морской волны, он почему-то в камеру идет в голубизну. Потрясающий, просто красивейший цвет. Итак, давайте посмотрим состав этой пряжи и метраж. 50 грамм, 175 метров. Цвет 86, 641. Ну, лот 271, это как бы не важно. Стирать в теплой воде спицы 5-6. Даже можно гладить утюг, сушить в расправленном виде. И химчистка запрещена, я так понимаю. Или разрешена? Разрешена. Так, спицы 5-6. На мой взгляд, если вы хотите более плотное полотно, нужно взять спицы поменьше. Я вязала на троечке и сейчас покажу вам образец. И состав, состав этой волшебной, повторюсь, волшебной пряжи. Такой. Я вот сняла этикеточку, чтобы вам показать. 30% альпака, 6% лана, мерина, файн, мереносовая шерсть, файн. И 64% вискоза. Ой, я уже представляю даже джемпер, который я планирую связать из этой пряжи. И посмотрите, какой образец я уже связала и постирала. Вот он, этот образец. Вчера во вкладке в сюжеты я воспользовалась этой вкладкой первый раз. И я там выложила буквально на несколько секунд. Выложила вот этот образец в видео. Посмотрите, как переливаются петельки. Это просто великолепная пряжа. И смотрела я обзоры девочек по этой пряже, но почему-то мне попадались на ютубе обзоры именно Макси. Она та же самая, тот же самый состав. И единственное, там, по-моему, метраж меньше. Если здесь 175 метров в 50 граммах, там побольше. Я уже не буду говорить, сколько. По-моему, 110, что ли. Ну, посмотрите. Эта пряжа есть Макси в этом интернет-магазине. Ну, я взяла мини. Мне хотелось очень воздушный, очень легкий джемпер. Значит, вот этот узор, это практически обычная резинка, но лицевая петля здесь вяжется, как в патентной резинке. То есть, она провязывается на ряд ниже, как в английской резинке. И две изнаночные. С обратной стороны выглядит резинка, как два на два, ну, практически. Видите? Здесь получаются две лицевые, одна изнаночная. С лица, где вытянутая петелька, это выглядит вот так. И именно к этой пряже подходят узоры с вытянутыми петлями. То есть, вот так вот они выделяются. И вот этот шнурочек, вискозный шнурочек, очень хорошо блестит и, ну, просто выделяет этот узор на, допустим, на лицевой глади. Я связала и лицевую гладь, и этот узор. Но, скорее всего, мой джемпер будет связан весь вот таким вот незамысловатым, но очень красивым, подходящим к этой пряже узором. Планирую связать V-образный вырез горловины. И вот этот узор. Две изнаночные и одна лицевая, которая вытянутая, да, которая провязывается на ряд ниже. Просто прелесть прелестная. Я этот образец уже постирала. И хочу сказать, что он, ну, совершенно не изменился в размерах. Я не придерживалась вот этой рекомендации по поводу спиц. Здесь 5-6, как мы видим. Я вязала на троечке. Вот это спицы, по-моему, тройка. Так что свяжите образцы из этой пряжи. И, посмотрите, конечно, можно попробовать и на 5-6, но мне не хотелось как бы рыхлости. И вот этот узор резиночка, он, ну, не хочу, чтобы эта резинка была слишком рыхлая. Поэтому буду вязать либо на тройке, либо максимум на 3,5 свой прекрасный джемпер. Боже мой, еще юбку надо довязать, джемпер. И я еще начала вязать шарфик. Так что вот такой пряжи Белсаида Миди от итальянской компании Кутнор у меня 10 моточков по 50 грамм. То есть в сумме получается 500 грамм. Я думаю, что мне при таком метраже с лихвой хватит на хороший джемпер. Возможно, даже и останется. Но вы посмотрите на вот этот шнурочек. Внутри шнурочка находится вот эта альпака. Смотрите, какая прелесть прелестная. То, что это мягко и не колется, я думаю, что даже по видео можно это понять. Это как окутываешься в облачко. Я очень, очень рекомендую вам эту пряжу. Ссылку на нее я, конечно же, оставлю под этим видео. Вторую пряжу, которую предоставил мне магазин Пряжи Сум на обзор, я выбрала Ализе Кид Махер. Выбрала, так сказать, чтобы попробовать эту пряжу. И выбрала ее специально для шарфика, который я буду вязать под свою меховую шапочку. Сейчас принесу шапочку и покажу вам. Да, совсем забыла сказать о сервисе от интернет-магазина Пряжа Сум. Посмотрите, как внимательно этот интернет-магазин относится к клиенту. Вот в таком коробочке шла пряжа, картонный коробок. Значит, фирменная лента, скотч от пряжи Сум, интернет-магазин. Вот так вот это выглядит, их логотип. Вся пряжа была, помимо того, помимо коробочка, запакована в целлофановый пакет. И еще плюс полиэтиленовая упаковка, в которой шла вся пряжа. Вот такой вот полиэтиленовой мешочкой. Так что это очень-очень приятно. Для меня, например, важно, как упакована пряжа. То, что при транспортировке все может быть. Так что этот магазин заботится о своих клиентах. Вся пряжа идет вот в таких коробочках. И это у них давно. С 15-го года я пользуюсь этим интернет-магазином. И тогда она тоже шла вот в такой коробочке. Так что обратите на это внимание. Клиента здесь уважают и заботятся о нем. Так, значит, вот это пряжа махеровая. Кид-махер от Ализе. Здесь 50 грамм 500 метров. И состав, сейчас скажу, 62% кид-махер и 38% полиэстер. То есть, здесь махер на такой нейлоновой ниточке. Буду честна с вами. Я связала уже шарфик. Начала вязать шарфик из этой пряжи. Вот он. Шарфик, повторюсь, вяжу к своей шапочке. Вот она, это моя красотулька. Очень красиво все сочетается. То есть, в шапке у меня здесь коса, но только немножко другого плана. И вот эти вот линии из лицевых петель. Подобрала я очень красивый узор, который, на мой взгляд, ну просто очень хорошо сочетается вот с узором, который на шапочке. Немножко отличается цвет. Вот так вот выглядит на свет этот узор. Потому что здесь участвуют две ниточки. То есть, пряжа вот от Alize Moher. И вторая пряжа, которую предоставлял, кстати, магазин Bobbin. Это китайская пряжа от Color City. Пряжа называется Muzo. Здесь интересный состав. Значит, во-первых, хороший метраж 400 метров. И здесь состав 70% тонкорунная шерсть и 30% лен. Пряжа очень классная. Но мне хотелось теплый шарф. И я намерена на те остатки лимита, которые предоставил мне интернет-магазин пряжа Su. Я заказала три моточка вот этой 50-граммовых моточка Alize Kid Moher. Чтобы их вот так вот смесовать, подружить и связать вот этот шарфик к этой шапочке. Значит, по отзывам я интересовалась у своих подписчиц. И мне сказали, что эта пряжа не колется. Девочки, наверное, все мы разные. Для меня эта пряжа колючая. Я честно, откровенно говорю для вас, что мне эта пряжа по колкости не подходит. Я прислоняла ее к шее и мне колется. И причем колется, так скажем, существенно. Я надеялась на то, что я постираю, значит, изделие и там обработаю его шампунем и кондиционером. И оно перестанет колуться. Ничего подобного не произошло. Вот этот шарфик, ну, так скажем, начало шарфика я уже отстирала. Вот вы даже видите границы. Вот здесь вот полотно еще не отстирано. Вот так, если посмотреть, идет немножко трапеция. Вот эта часть полотна, она уже отстирана. Стирано, высушено. И, на мой взгляд, после стирки даже почему-то полотно стало грубее. Ну, мне так показалось. Колкость не исчезла. И я стала судорожно думать, как же мне быть. Ну, потому что я хочу под эту шапочку и под то пальто, которое Алеша мне подарил, очень хорошо подходит этот комплект. Я хочу шарфик заматывать вокруг шеи. И как же быть, потому что я не смогу этот шарфик носить. Очень-очень колется. Мои хорошие, я же и здесь нашла выход. У меня есть еще вот такой кидмахер от Дропс. И очень близко здесь подходит, видите, подходит цвет. Ну, вот это, конечно, на тон темнее. Ну, я планирую, значит, среднюю часть шарфика, та, которая будет прикасаться к шее. Я свяжу вот с этим кидмахером от Дропс. И для себя я решила, что больше кидмахер от фирмы Ализе я покупать для таких изделий, где идет соприкосновение с телом, больше не буду. Ниточка хорошая, у ниточки хороший метраж. Пряжа стоит 158 рублей 100 грамм. В общем, я как бы это, рекомендую ее как бюджетную, но для меня она колется. Вот еще раз доказательство того, что все мы разные. Кому-то это не колется, мне колется. Поэтому я свяжу центральную часть вот этого прекрасного шарфика вот с этим кидмахером. И получится очень даже креативный шарф. Он немножко будет отличаться по цвету. Ну, а кто сказал, что это некрасиво? Наоборот, это будет очень-очень даже креативно и стильно. И вот эта часть, которая будет заматываться, центральная часть по шее, я как бы буду с удовольствием носить такой шарф. Потому что вот это полотно для моей шеи колючее. Ну, три моточка у меня вот этой Ализе Кидмахер. Я планирую связать варежки. Я планирую связать теплые гетры. Кстати, вот этот рисунок очень хорошо подойдет для гетров. Очень модные гетры в этом сезоне. Можно связать даже по кругу. Подойдет также для пончо. Ну, то есть, для тех изделий, которые не соприкасаются с кожей. Возможно связать жилет. Кстати, у меня есть очень хорошая идея по поводу вот этого узора и жилета. Если у меня останется эта пряжа, ну, может быть, даже и не из этой пряжи, я свяжу еще один очень красивый и очень легкий в исполнении жилет. Но будет просто класснючая вещь. Обещаю. Теперь по поводу вот этого узора. Я знаю, что вы сейчас мне начнете говорить схемку, мастер-класс. Мои хорошие, здесь ничего сложного нет абсолютно. Здесь обычные жгуты, которые идут в разных направлениях. То есть, нет, сначала оставляем, допустим, перед работой, потом за работой, перед работой, за работой. Потом меняются направления здесь вот этих жгутов. Я оставлю схемку в этой вкладке в сообществе. И вы с легкостью можете связать этот узор. Ну, как бы, ну, не вижу я целесообразности показывать мастер-класс. Здесь просто жгуты, которые вяжутся при помощи дополнительной спицы, лицевые, изнаночные. Просто внимательно смотри на схему и все. Вот так вот выглядит шарф с изнаночной стороны. С изнанки мне тоже кажется, что, на мой взгляд, даже очень неплохо смотрится. Вот эти переплетения жгутов практически не видны, а выделяются вот эти лицевые и изнаночные. Такая вот резиночка с непонятными вкраплениями получается с изнанки. В общем, вот такой вот шарфик я уже начала вязать. Ой, красиво. На мой взгляд, очень-очень красиво это все. Будет смотреться такой комплект. Потом свяжу варежки и свяжу гетры. Ну, не знаю, может быть, дочери свяжу гетры. Попробую носить, конечно, сама, но у меня пока нет таких коротких теплых ботинок. На мой взгляд, не очень высокие сапоги должны быть, чтобы можно было носить эти гетры. Но это как бы вопрос времени. Все же может появиться, могут появиться сапожки, ботинки. Но гетрики мне очень хотелось связать, потому что узор просто шикарный. Вот, мои хорошие, поделилась я с вами своими впечатлениями. Не забывайте, что в интернет-магазине Пряжа Су для вас действует 10% скидка с промокодом Ситникова. Ситникова все буквы латинские, большие. И эта скидка суммируется с вашими скидками, которые у вас уже есть, но она не должна превышать в общей сумме 10%. Вот такая информация. Походите, побродите по интернет-магазину. Повторюсь, здесь очень много книг интересных, которые можно купить. Здесь можно купить приспособления для рукоделия. Здесь можно купить пряжу и многое-многое другое. Очень удобный интерфейс. Журналы, спицы для вязания, крючки для вязания, причем как бюджетные, так и дорогие. И спицы Ади здесь есть, и от КнетПро. Книги, заколки, приспособления для рукоделия, новинки, новые цвета, спецпредложения. Очень удобно. Нажимаем на спецпредложения и видим сразу скидки. Хиты продаж. То, что продается очень часто. В общем, вот лидеры продаж, спецпредложения, всевозможные акции. Вот, пожалуйста, вам спицы Ади. В общем, походите, побродите. Доставка была буквально, это с учетом того, что предновогодняя суета, через день. То есть сегодня я сделала заказ, послезавтра мне курьер доставил эту прекрасную-прекрасную пряжу. Так что я довольна и счастлива. Новый год еще не начался, а я уже вкушаю, вкушаю подарки от Снегурочек, от Дед Морозов. В общем, я просто-просто счастлива. Да, и не забывайте про вчерашний ролик, где, в котором я рассказываю, как получить пуховик от компании Ньюшик в подарок для вас. Ролик пока не набирает нужного количества просмотров, а мне бы очень-очень хотелось сделать розыгрыш этого пуховика. Пока только 1700 просмотров. Ролик должен набрать 10 тысяч просмотров, и я тогда вышлю пуховик для счастливой обладательницы. Поэтому давайте будем добрыми, внимательными друг к другу, и давайте верить в чудеса. Они обязательно случатся. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова и интернет-магазин Пряжа Сум.